Плановое оперативное совещание в администрации Культурную жизнь Десногорска ждет перезагрузка Сводка криминальной обстановки в городе Десногорские баскетболисты обыграли лидера чемпионата А сейчас об этих и других событиях подробнее 17 апреля в администрации прошло плановое оперативное совещание Глава города Андрей Шубин встретился с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб Какие вопросы обсуждались в нашем следующем сюжете В Десногорске продолжается месячник по очистке города К работам приступили все коммунальные службы Глава города Андрей Шубин обратился к коллективам предприятий и организаций города активнее принимать участие в акции «Зелёная весна» Театр «Угном» присвоено звание образцового театрального коллектива Поздравляем участников коллектива и руководителя Даниэ Макарову 20 апреля в 17.00 в Десногорском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки живописи учащихся детской школы художественной школы «Мир в красочном цвете» 24 апреля в 19.00 в Десногорской библиотеке в рамках акции «Библио Сомерки-2018» состоится литературно-музыкальный салон «Стихи, рождённые войной» Также всех десногорцев мы приглашаем, кому дорога память о фронтовиках-победителях принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» Заказать изготовление транспаранта можно в Десногорском историко-краеведческом музее 3.36.86. Обращайтесь Также, уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие во всероссийском интернет-марше «Честь Победы» при уроченном праздновании Дня Победы Для участия необходимо зайти на платформу «Стена признаний РФ», опубликовать историю своей семьи, обязательно отметить в тегах «Город», «Область», в котором вы находитесь После публикации сделать репост и фотографии вашего славного родственника будет присвоен стикер «Честь Победы» Отдел социальной защиты Десногорска продолжает оздоровительную кампанию для детей С 16 апреля общественный городской транспорт начал движение по весенне-летнему графику Информация размещена на сайте администрации, на интернет-площадках Десногорска, то есть служба, в печатных СМИ, в Десна и Овоськах, газеты на Десногорском телевидении Просим всех жителей города быть в курсе по специальности движения по весенне Инфекционные заболевания на прошедшей неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне 10 лет программа госкорпорации «Территория культуры Росатома» насыщала культурную жизнь атомных городов Профессиональными концертами и театральными представлениями Последние два года проект направил вектор своей деятельности непосредственно на территории самих городов 11 апреля Десногорск посетила команда экспертов из Управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Они приехали с целью провести мониторинг учреждений культуры и дополнительного образования на предмет эффективности управления Цель нового направления – помочь регионам сделать рывок в расширении собственного самодеятельного творчества Дать возможность привлекать на свою территорию средства из других регионов и уровней власти Для этого они проводят мониторинг культурной среды атомных городов, чтобы определить, чем госкорпорация может им помочь Мы, взяв крен на мониторинг, в первую очередь делаем вывод, а что нужно данной территории, а чем мы можем помочь То ли это будут учебные программы, как сейчас у нас уже идут То ли мы направим самых ярких ваших специалистов в высшее учебное заведение И за счет программы «Территория культуры» вырастим нового специалиста Творчески подкованного и, естественно, профессионально уже одаренного То ли это будут совместные программы, где участники концерта одномоментно в номере будут Как ваши самодеятельные творческие любительские коллективы, так и профессиональные артисты То есть сливаем, снимаем эти границы между профессиональным и любительским творчеством Эксперты провели в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования целый день Они знакомились с работой организации, общались со специалистами и воспитанниками учреждений В рамках мониторинга будет осуществлен анализ эффективности использования ресурсов Которые выделяются для осуществления и оказания услуг в сфере культуры На сегодняшний день перед нами стоит большая задача Мы заполняем определенную документацию для того, чтобы эксперты сделали свои выводы То есть провели социологическое исследование Окончательные итоги мониторинга работы учреждений культуры Десногорска Будут подведены в декабре на Большом форуме в Москве Криминальные новости Сотрудники ГИБДД в Руднянском районе недалеко от государственной границы с Республикой Беларусь Остановили автомобиль, в котором находились люди с непристегнутыми ремнями безопасности Во время проверки документов один из пассажиров выскочил из автомобиля и пытался убежать Выбрасывая на ходу какие-то сверстки Медлеца задержали, вскоре выяснилось, что в выброшенных пакетах находился гашиш и смесь, содержащая метилофедрон В значительном размере На молодого человека завели уголовное дело за покушение на контрабанду наркотических средств Подозреваемому грозит срок лишения свободы до 10 лет О криминальной обстановке у нас в городе нам расскажет сотрудник полиции Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 112 сообщений о происшествиях Из них одно сообщение о преступлении Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 133 административных правонарушения В том числе 103 нарушения правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения К ответственности привлечен 1 человек За распитие спиртных напитков А также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 18 человек Начался дачный сезон И автобусы вступили в свою самую активную пору движения И первое, чем озадачиваются пассажиры По какому расписанию будут курсировать автобусы по нужному маршруту Весенне-летний период движения общественного транспорта По городским и пригородным маршрутам Начинается 16 апреля и продлится до 1 октября Для организации регулярных перевозок и удобства десногорцев Администрации города утверждено сводное расписание движения автобусов Размещено сводное расписание движения автомобильного транспорта общего пользования На осенне-летний период Период начинается с 16 апреля по 1 октября Информация размещена на сайте администрации На интернет-площадках в Десногорской службе И в наших газетах в Десна и Русской Читайте, пожалуйста Телерадио вещательная компания Десна ТВ объявляет начало акции Литературный марафон, посвященный Великой Победе Стихи и отрывки любимых произведений о войне Можно прочитать в эфире канала Все, кто желает принять участие в патриотической акции Могут получить информацию по телефону, который вы видите на экране своих телевизоров И в завершении выпуска немного о спорте 15 апреля баскетбольная команда САЭС Встретилась на паркете с лидерами Чемпионата Смоленской области среди мужских команд Смол ГУ Как проходила игра в нашем следующем сюжете За плечами гостей 20 побед в 20 матчах Они первые в турнирной таблице чемпионата Открытой лиги Смоленской области среди мужских команд этого года Наша же команда САЭС при 17 победах И двух поражениях занимает второе место Игра проходила динамично Во втором периоде атомщики вырвались вперед И обошли соперников на 6 очков Бурными аплодисментами при каждом метком попадании Десногорских баскетболистов поддерживали болельщики Которых в этот день пришло немало Хорошая игра Как считаете, наши выигрывают? Должны Мы у себя дома играем, должны выиграть обязательно Счет идет на равных, поэтому очень сложно следить за ним В третьем и четвертом периоде команду устроили для зрителей настоящие качели Игра проходила в интригующем ожидании Буквально за 6 секунд до окончания матча Наша команда уступала сопернику 4 очка Но благодаря дальнему попаданию трехочкового От играющего тренера Даниэля Кобедина И реализованным штрафным броскам с АЭС Добыли победу со счетом 80-79 Тяжелая классная игра была Это репетиция финала, я надеюсь, этого года Открытой лиги Смоленской Это самая сильная команда чемпионата Мы с ними в первом круге сыграли Очень неуверенно проиграли порядка 40 очков На эту игру настраивались, мотивировались Хотели зацепиться И вы видели, вторая половина у нас не очень складывалась Но на зубах, на морально-волевых качествах Мы все-таки смогли зацепиться и играть У нас приехало всего 6 человек Возраст у нас тоже немножко постарше мы, чем местные ребята Поэтому не хватило замены и не хватило здоровья, можно так сказать По атмосфере, по игре лучшая игра для нас в сезоне Болельщикам огромное спасибо в первую очередь Потому что атмосфера была сегодня просто прекрасная Эта игра показала, что баскетбольная команда САЭС Настоящий сплоченный коллектив И каждый игрок просто влюблен в баскетбол Юным десногорским баскетболистам Есть с кого брать пример Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими другими событиями вы можете ознакомиться На сайте нашего телеканала Десна.дефиз.тв.ру Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин